Точку ставить рано. Сегодня бывшему директору депобразования Омска Илье Дубину начали оглашать приговор. Чиновник пришел в суд в хорошем расположении духа, однако его адвокат заявил, что не надеется на объективный приговор и уже готов оспаривать решение, ведь оно будет явно не в пользу его подзащитного. Гособвинение по-прежнему предлагает отправить экс-чиновника на 7 лет в строгий режим. За накаляющейся обстановкой наблюдали наши корреспонденты. Солнечный летний день. Возможно, для кого-то последний на свободе. Илья Дубин улыбается, говорит, замер в ожидании и волнуется. Ваши родные и близкие придут сегодня вас поддержать? Ну, я бы просил, чтобы не приходили. Почему? Ну, смысл. Они поддержат меня каждый день. Как они меня могут здесь поддержать? Нет, я бы просил всех быть дома. Надеюсь, что вернусь обратно к своим родным и близким. Дома все ждут. Все хорошо. Илья Дубин – оптимист. Его обвиняют в 27 коррупционных преступлениях. Они попадают в категорию особо тяжких. По версии следствия, Дубин, занимая кресло директора депообразования, получал взятки за ускорение сроков согласования документов для сделок с квартирами, долю в которых имеют дети. По материалам уголовного дела сделал он так 26 раз. За одну такую услугу брал от 5 до 7 тысяч рублей. А также… Что касается эпизода по наиболее тяжкому преступлению, то здесь обвиняется в том, что он способствовал заключению договоров между Центром питательных смесей и общеобразовательными учреждениями, за которые также получил взятку в сумме 872 тысячи рублей. Поставлял 152 школы. Сумма контракта была свыше 6,5 миллионов рублей. Защита Дубина находит доводы следствия и гособвинения несостоятельными. Адвокат экс-чиновника Александр Деревянко говорит, что размер вмененной взятки не доказали. Факта перевода и получения денег нет. Фото таблицы омеченных купюр, по словам Деревянко, исчезла еще до возбуждения уголовного дела. Вся ходатайство защиты суд на протяжении почти года отклонял. Я полагаю, что если будет прецедент такого приговора по безденежной взятке, то я полагаю, что можно ждать еще череды уголовных дел, когда люди, имеющие ряд должностных полномочий, будут показывать друг на друга, что они кому-то давали взятки. И у нас такой элемент борьбы с аппаратом чиновников муниципалитета, либо субъекта федерации, в частности в регионе, он будет, наверное, такой институт продолжать, иметь место быть. Судья Инна Ермолаева начала озвучивать приговор сегодня, но из-за большого объема результативную, самую важную, по сути, часть прочитает завтра утром. А пока Илья Дубин может вернуться домой на ночь. Сегодня семья дождалась его. Субтитры создавал DimaTorzok